А сейчас слово предоставляется заместителю директора совхоза имени Владимира Ильича Ленина Сылыковской Зое Ивановне. Россия! 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 Дорогие товарищи, мне сегодня оказана большая честь, и честь это оказано коллективом Зала совхоза имени Ленина представлять его на этой сцене. Я работаю в совхозе более 40 лет. На моем веку прошли и при моем участии произошли все преобразования, которые касались нашего совхоза. Это было сложное время. Это 90-е годы. Это когда хозяйство одно за другим вдоль кольцевой дороги падало, разорялось. Рушились легкие, зеленые легкие нашей Москвы. И вот наступил 1995 год. Я очень хорошо помню, я очень хорошо помню собрание, которое было у нас в этом году. На этом собрании мы избрали тогда еще молодого практически человека директором совхоза. Мы избрали директором Павла Николаевича Грудинина. Да он был молод. Да немного... Он принял совхоз... Он принял совхоз в плачевном экономическом состоянии. Это была полная разруха. Это были огромные долги. Это не выплата заработной платы. Это старая сельскохозяйственная техника. Это в страшном состоянии находился поселок совхоза Ленина. Когда на весь поселок маячил один фонарик, одна электрическая лампочка. Это был рассвет среди молодежи наркомании. Было страшно выйти тогда на улицу. И он в это время приходит к директору. Не все ему поверили. Несколько человек, несколько сотрудников ушли из совхоза. Ушли искать новую, более достойную для них жизнь. А мы, которые там остались, мы вручили ему свою судьбу. А он нам свою судьбу. И вот началось. И то, что произошло за временем его правления, вы сейчас все это видят, когда приезжают к нам в поселок, приезжают к заву совхоз Ленина. Сейчас идет очень спорный вопрос. Если у него офшоры нет, если есть, где они? А я вам скажу, где они. Они в поселке совхоза имени Ленина. Его офшоры. Это лучшая школа. Это лучшая школа Европы. Это детские сады, которые гордо носят название Замки детства. Это парки отдыха. У нас такой детский парк, в который выходные очень сложно попасть. Там огромные очереди. Оттуда практически приезжает вся Москва. Это зона отдыха для жителей, в которую превратились наши генеративные пруды. Это детский досуговый центр. Это фитнес-центр. Это поликлиника, которая с дневным стационаром. И многое еще можно перечислять. У нас сейчас скоро должен настроиться бассейн. Жить? Да. Жить у нас прекрасно. Мы живем в сказке. Но не думайте, что это легко ему досталось. Ему и всем, которые работали вместе с ним. Нам это досталось кровью и потом. Мы постоянно в борьбе. Мы постоянно отбиваемся от рейдерских захватов. Слишком лаковый кусок. Слишком лаковые наши земли вокруг МКАДа. Мы отбились. Мы отбились от пяти рейдерских захватов. И, конечно, в этом большая заслуга Павла Николаевича. Он наш флагман. Он наш руководитель. И мы всегда ему верили. Мы верили так, что многие акционеры дарили ему свои акции. Дарили лишь потому, чтобы консолидироваться вокруг у него. Что он обещал, что никогда не будет выплачивать дивиденды. Что вся прибыль будет у нас распределяться как при социализме. Это на развитие производства. Это на социальную обеспеченность нашего населения. Это на развитие нашего поселка. Это на помощь нашим пенсионерам. И он сдержал и держит свое слово. Вот это его офшоры. Это говорю всем, кто на него клевещен. Я очень счастлива. Я счастлива, что я столько лет работала с таким руководителем. Этот человек делает чести. Это профессионал во всем. И в политике, и в хозяйстве. Но что случилось сейчас? Если мы те пять рейдерских захватов отбивали через суды. И суды мы выигрывали. Потому что на нашей стороне был закон. И суды работали по закону. А что сейчас? Сейчас коварный, кровавый рейдерский захват. Они зашли к нам теперь, используя его супругу. Используем его брата-разводный процесс. Это грязно. Это мерзко. Да нам не страшно, что его супруга получил бы его 50% акции. Абсолютно не страшно. Пусть приходит и работает вместе с нами. Она ни дня, ни минуты не работала в соходе. Она понятия не имеет, что это такое. Но что сделала она? Что сделала? Она продала нас. Она продала генеральную доверенность. Порехати этому бандиту, который является классным, наверное, в своей профессии. Да, он профессионал. Он работает. Он работает профессионально. Он не постоит ни над чем. Он не остановится ни перед чем. Ему нужно сейчас получить 50% контрольный пакет нашего совхоза. И он пойдет на все, что угодно. Он уже предлагает акционерам, у которых есть акции, деньги. Потом предлагает еще больше денег. Но со вчерашнего дня он начал травить акционеров. Психологически действует через интернет. А что получилось? Вы все знаете, что Павел Николаевич – это наш кандидат в президенты. И когда он шел на президенты, все знают, что у него было 44% акций. Скажите, каким образом оказалось у его жене, а практически у Палихаты, сейчас 42%? Это что за суды сейчас, которые так присудили? Это позор. Позор нашим судам. Позор власти, которая это прикрывает. А что случилось? Послушайте меня внимательно, как они это объясняют. Мало того, что под раздел пошли акции, которые ему были подарены. А любой юрист скажет, подаренная собственность не подлежит разделу при брако-разводном процессе. Ей отошли и к акции еще третьих лиц. И суды нам никак не объясняют. Мало того, что присудили ей не 50%, а присудили две трети. Вы спросите, почему? Вы послушайте, что они объясняют. Они ее признали малоимущим инвалидом. Этот малоимущий инвалид живет в шикарном доме, который я бы назвала музеем. Этот инвалид имеет домик для прислуги. Этот инвалид ездит на шикарных дорогих машинах. Имеет две квартиры. Имеет бизнес, салон красоты. Этот инвалид не знает счет деньгам и не вылезает из-за границ. Поверьте мне, я ее знаю с 40 лет. Я поражена ее алочностью. Я поражена ее подлостью, что она творит. Я бы сейчас хотела обратиться к ней. Я имею право. Я ее слишком хорошо знаю. Я обращаюсь к ней на «ты». Ира, опомнись. Опомнись, что ты творишь. Откуда у тебя такая наглость? Откуда у тебя такая подлость? Что ты делаешь? Создается впечатление, что Бог лишил тебе разума. Но тебе придется отвечать. Тебя придется за все, что творишь, за твои грехи. Жаль, что придется еще отвечать детям, внукам и так далее. Она считает, она позиционирует себя, как глубоким верующим человеком. Не могу согласиться с этим. Верующий человек так никогда не поступит. Я обращаюсь к ней. Ира, прекрати врать. Прекрати порочить Павла Николаевича. От твоих небылиц уже тошно становится. Хватит врать. Народ все равно знает правду. Ты его никогда, ничем не очевидишь. И мы не дадим его тебе в обиду. Но, дорогие мои товарищи, я сегодня хочу выразить вам всем благодарность, кто сюда пришел. Кто пришел, вышел на улицу в других городах нашей страны. Я хочу сказать спасибо вам за поддержку. Мы ее чувствуем везде. И я хотела бы обратиться к тем, кто не пришел сюда. Кто не поднялся с дивана. Кто считает, что за него кто-то что-то решит. Люди, дорогие люди, опомнитесь. Никто за вас ничего не решит. Пока вы будете сидеть. Можно мирным путем все исправить. Выходите на митинги. Когда нас будет миллион, мы сила. Мы вместе всегда будем сила. И помните, единственный источник власти в Российской Федерации – это народ. Это все мы. И мы имеем право жить, работать, растить детей в условиях благоприятных для жизни. А сегодня я хочу сказать – за нашу Россию – ура! Руки прочь от садхоза Ленина! Руки прочь от садхоза Ленина! Хватит преследовать Грудинина! Хватит его травить! Хватит преследовать Грудинина! И давайте вместе скажем – все мы Грудинин! Все мы Грудинин! Спасибо, Зоевна Циликовская!